В магазинах электроники могут появиться российские полки. Речь идет как об онлайн, так и об онлайн-магазинах. С предложением выступил Минпромторг, но понравилось оно далеко не всем. Интернет-магазины готовятся расчищать полки под российскую электронику. По данным СМИ, ритейлеров ждут квоты на ассортимент и требования по появлению отечественных товаров в выдаче. О потребительском патриотизме в добровольно-принудительном порядке Андрей Ромашков. Документ, получивший известность как законопроект о российской полке, обсуждается с весны. Изначально, как писали тогда известия, речь шла о широком спектре непродовольственных товаров, но только в офлайн-магазинах. К осени та же газета сообщила, что меры могут распространить и на интернет-торговлю. Причем отечественные товары должны будут занимать не менее 50% ассортимента или первые 50 позиций в поисковой выдаче. В октябре ведомости писали, что Минэкс чел требования в отношении онлайн-ритейла нереализуемыми. Но, как утверждает теперь газета «Коммерсант», документ продолжил движение по инстанциям. По данному изданию, меры должны затронуть конкретно электронику, а квоты и группы товаров будут определены позднее, но речь идет о продукции, которая в достаточном объеме производится во стране. Об уже доступном ассортименте рассказывает представитель группы «М-Видео Эльдорадо» Андрей Петров. Мы уже продаем технику-электронику конкурентных российских брендов, производим на территории нашей страны. Можем отметить, что они успешно конкурируют с зарубежными торговыми марками. Кроме того, в разных сегментах у нас широко представлены товары российских торговых марок, которые производят технику за рубежом. Российская техника наиболее широко представлена в крупной бытовой технике для дома и кухни. Это базовый и среднеценовый сегмент, холодильники, морозильные камеры, плиты, стиральные машины и другая подобная техника. Кроме того, в России активно в этой категории развивают локальное производство китайские и турецкие бренды. Таким образом, можем отметить, что в крупной бытовой технике доля произведенной в России техники находится на достаточно высоком уровне, и влияние импортных товаров не так велико. В цифровой технике также растет интерес к отечественным маркам, увеличивается число брендов. Например, в ноутбуках в третьем-четвертом квартале в наших сетях доля российских брендов, производящих устройства за рубежом, составила порядка 10%. Это в три раза больше, чем годом ранее. Предполагается, что обязательная полка будет не только российской, но и белорусской. Также туда должны поместиться товары российских компаний, производящих технику за рубежом. Но что именно это за бренды, не вполне ясно. Без некого контроля это может стать лазейкой для любой электроники. Купил готовый ноутбук в условном Китае, переклеил этикетку и добро пожаловать на привилегированную полку. К тому же, такие марки-однодневки могут усложнить выбор потребителям. Товар вроде российский, а на деле комп в мешке. Своими оценками делится президент ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов. Понятно, что если вы забьете айфон или еще какое-то иностранное слово, будь то техника или элемент одежды, скорее всего, простой поисковый режим не сможет вам выдать этих позиций, потому что их в России просто не производится. Вот как только мы начинаем вмешиваться в поисковый алгоритм и предлагать клиенту то, что он не ищет, мы очень сильно ухудшаем клиентский путь. Пользователи просто будут отказываться от онлайн-канала приобретения товара, потому что они всегда там будут получать то, чего они не искали. Им будут предлагать то, чего они не хотели там найти. В целом, мы считаем, что нужно поддерживать российские товары и российское производство. Но это делать можно другим способом. Например, организовывая на сайтах интернет-магазинов специальные разделы, где будут собраны российские товары. Давать возможность поиска по стране-производителю. Вот тогда те клиенты, которым действительно будет интересен российский ассортимент, уверены, что с радостью его посмотрят. У нас уже есть такая практика. На большом количестве площадок мы практиковали такие подходы, они действительно действенно работают. Принудительное повышение товаров в выдаче не может не быть спорной мерой. С одной стороны, поисковые алгоритмы ритейлеров по умолчанию заточены на то, чтобы максимально быстро приводить покупателя к желаемому товару. Если в какой-то категории товаров российские бренды сами не занимают первые строки, значит, сами же россияне предпочитают альтернативы, будь то по цене или по качеству. С другой, в ситуации санкций логично поддержать внутреннего производителя, дабы в какой-то перспективе он все же породил достаточно привлекательные товары, чтобы их не нужно было запихивать в топы насильно.